Сильная экономика – основа социального развития. И Щелковский район обладает этим потенциалом в полной мере, отмечает депутат Мособолдума Владимир Шапкин. В рамках рабочей поездки парламентарий посетил несколько основных производств, в том числе системообразующие предприятия «Щелково-Хлеб», где провел встречу с трудовым коллективом. Мы не сможем сделать в социальной сфере, не подняв на сегодня уровень промышленности. Так называемая программа цифровой экономики, она на сегодня актуальна. Только в этом случае мы можем сделать рывок. Но сегодня можно констатировать тот факт, что у нас промышленность не просто жива, а она развивается и развивается действительно бурными темпами. В динамично развивающемся мире, с приходом цифровой экономики, даже самые сильные предприятия не могут себе позволить стоять на месте. «Щелково-Хлеб» выпускает порядка 100 тонн продукции в сутки, используя современные технологии. По приобретению оборудования и по техническому перевооружению предприятия мы эти мощности создали. И сегодня наша задача – эти мощности раскрутить, сделать их востребованными для всех, они дают возможность вырабатывать огромный ассортимент продукции. То есть наша задача сегодня на этих мощностях – обновлять с большей скоростью свой ассортимент. Общаясь с коллективом предприятия, Владимир Шапкин ответил на вопросы, касающиеся развития производства, а также рассказал о социально-экономических перспективах всего Подмосковья. Нам нужно создать системы, системы хорошо работающие, которые не требуют вмешательства или минимум вмешательства государства, только регулировка. Когда эта система выстроена таким образом, что на первом месте потребитель, то есть мы, граждане. Вот система МФЦ, которую мы ввели, ну уже тоже начали подзабывать, что очереди, записи, хождение по кабинетам, справки и так далее – все в одном месте. В системе здравоохранения, в системе образования, в системе дорожного строительства и даже назовут страшную сферу, как система ЖКХ, там тоже в перспективе нам нужно выстроить вот такие системы. Находясь внутри коллективов, ощущаю, что у них очень много планов и самое главное – есть вера в будущее и устремленность в это будущее. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».